МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске налегке. Выбираем финалистку «Миссис Мира Беларусь-2020». Вдохновляемся атмосферой Берлинского джазового фестиваля и презентуем детский комикс в рамках проекта «Я вижу». Не переключайтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже вторую осень подряд лучшие немецкие и белорусские музыканты погружают в Минск магическую атмосферу джаза. Мы приехали на одно из самых ярких событий уходящей осени для того, чтобы поподробнее узнать о фестивале-формате «Итс Джаз» и о том, как гармонично соединяются академическая, джазовая и клубная культуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, где находимся, что за выставка? Мы находимся в галерее «Арт Беларусь», где проходит моя выставка «Увидеть джаз». Мне очень нравится джаз, и я очень люблю эту музыку. Особенно эмоции музыкантов, когда они играют эту великую музыку. А важно, в принципе, для фотографа разбираться в музыке? Конечно. Мне кажется, разбираясь в этой музыке, погружаясь глубже в эту атмосферу, можно передать фотографии так, что, смотря на нее, ты услышишь эту музыку. Больше всего я фотографировал Кека Форнарелли. Он приезжал 6 или 7 раз к нам в Минск, и больше всего он попал ко мне в объективы. Очень талантливый музыкант, играет космическую музыку. А это Константин Горячий, мой любимый пианист, наш белорус. Расскажите, пожалуйста, про идею создания фестиваля, как первый раз привезли. Почему именно к нам? Почему именно этот формат? Просто повезло. Была в поездке, организованной Министерством иностранных дел Германии для людей, которые занимаются джазом по всему миру. И нас водили по джазовым клубам в Берлине. И в одном из них мы познакомились с Себастьяном, и он рассказал про свой фестиваль. И потом я начала слушать их музыку, как это у них все делается, мы обсудили. И они уже начали тогда свой фестиваль представлять в других странах. И он уже был к тому моменту и в Польше, и в Турции. И так родилась идея попробовать привезти его в Минск. Но все это не просто, мы все знаем, материализовать, потому что это достаточно дорого. И нашли мы партнеров в прошлом году в лице немецкого посольства, проекта «Мост». И наших белорусских бизнесменов, которые любят музыку, любят джаз. И вот первый раз у нас это получилось. Очень было интересно, как это получится и нам. И получилось очень классно, и было очень много людей. И решили попробовать продолжить. И в этом году было, опять же, сложно. Но все-таки получилось, и мы этому очень рады, и очень нравится музыкантам в этом участвовать. И в этом году у нас оркестр опять же с нами, и оркестр у нас получился белорусско-немецкий. И очень сложная партитура, и мы ее за три дня, вот завтра будем играть, умудрились подготовить. И я надеюсь, что будет всем интересно. И посмотрим, как это получится, как это понравится, и надеемся, что это будет жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дирижер Вячеслав Олевич. Моя жена говорит, ну, как Вячеслав Олевич не играет, ну, не дирижирует джаз. Он классический дирижер, работает в Большом театре. И почему он сюда попал? Ну, перед началом, там, в конце балета подошел к нему, можно я там вас полюбить? Да-да-да-да. В два отделения я сижу там чуть-чуть, ловлю эту эмоцию, эмоцию. В принципе, остался бы на третье отделение, но подошли музыканты. Я посмотрел кадр, снял, вот, вот. Ну, мне он очень безумно нравится. Это не джазовый, да, но про джаз. Это не джазовый, но я как бы хотел сказать, что кроме джаза я еще фотографирую балет. Люди, которые ходят на твои концерты, очень часто не ходят на мои концерты. Но есть определенное количество молодых людей, которые ходят и туда, и туда. И это большое счастье. Это очень классная история, потому что в это было положено определенное количество сил, определенным количеством людей, и потратилось на это где-то в среднем 10 лет. И публика, она, во-первых, перемешалась, во-вторых, очень омолодилась. Это очень круто. Скажем, да, я могу сказать, что я представляю эстрадное направление. Даша, академическое. Да, ну, скажем, назовем это так. Да, потому что джаз с классикой чаще пересекается, чем эстрада с серьезной музыкой. И как бы есть еще такой, до сих пор есть такое клише, что академическая или павармоническая публика – это такие бабушки в затертых пан-баркетных платьях с брошками из стекляруса. И осталось уже почти этой публики, ее очень мало. И большое счастье, что публика классических концертов молодец. Прелесть музыки в том, что это не зафиксированное во времени произведение искусство. Совершенно верно. Это музыка развивается во временем. Литература и музыка. То есть слово и музыка – это наиболее близкие вещи, которые проходят сто лет, двести, триста, пятьсот. Но это звучит каждый раз заново. И у разных людей это звучит заново. И каждый день. И в зависимости от того, как ты себя чувствуешь. Здесь случайных людей нет. Абсолютно. Лайнап гениальный. Абсолютно. В этом, ну, на этом фестивале случайных людей нет. И поэтому всегда интересно послушать, что это будет. Все же готовились, чем-то думали. Поэтому это просто даже повод встретиться с целями людей даже. То есть какие цели они себе ставили и что они достигли. Даже это интересно. Я бы послушала все, но, к сожалению, я через два часа уезжаю. У меня завтра два концерта в Москве. И я переживаю по этому поводу очень, но расписание подвинуть не могу. Мы запустили X-Jazz как проект шесть лет назад в Берлине. И нам так понравился этот формат, что мы с удовольствием взялись делать его в международной версии. И вот в прошлом году мы запустились в Минске совместно с Equilibrium Arts, и это было крайне успешно. Я счастлив вернуться и быть в Минске снова. Я думаю, что джаз за столько лет существования завоевал сердца миллионов людей по всему миру. И мы просто стараемся еще немного больше расширить его границы, подключив немного электронной музыки, классику. Мы хотим, чтобы интерес рос, и за счет этого охватить как можно больше разной публики. Мне очень нравится молодой урбанистический взгляд белорусов на многие вещи. Когда в прошлом году я впервые зашел в кафе, то увидел, что картинка ничем не отличается от европейской. Все те же молодые, красивые люди, работающие в ноутбуках, говорящие на разных языках. Я и вся моя команда была в восторге от того, насколько люди тут современные и открыты, особенно молодое поколение. А почему данная конкретная серия «Черно-белый»? Джаз – это черно-белый для вас? Ну, классическая джазовая фотография, она черно-белая. И некоторые люди подходят, у вас такая вот черно-белая, нам будет свет. Я вижу так. И людям нравится, мне нравится. Продолжение следует... Всем привет! Мы, съемочная группа программы «Налегке» приехали на отборочный этап конкурса «Миссис мира 2020», финал которого пройдет в Лас-Регасе в декабре. За время подготовки к шоу конкурсантки успели принять участие в огромном количестве активности и даже реалити-шоу. А сегодня представлены перед жюри во всей красе. Продолжение следует... Сегодня происходит белорусский этап конкурса «Миссис мира 2020». Сегодня мы выберем ту девушку, которая представит нашу страну на международном уровне уже в декабре этого года в Лас-Вегасе. Подготовка конкурса началась практически два месяца назад с кастинга. Из 70 девушек мы выбрали 15 финалисток, которые продолжили борьбу за корону. Мы снимали большое реалити-шоу, где они проявляли разные черты своего характера. У нас несколько серий. Это красота, мышление, харизма. Девушкам были предложены разные задания, и они должны были, не зная эти задания, проявить себя, справиться с ними. И сегодня в финале у нас 11 в итоге финалисток, которые борются за корону. В «Миссис мира» могут участвовать замужние девушки, это самое главное, социально активные. То есть у каждой девушки есть свой социальный проект. Это может быть реализованный проект, или это может быть идея проекта, которая реализуется в дальнейшем. Она должна быть обязательно гражданкой Республики Беларусь, ей должно быть 18 лет, наличие детей не обязательно, ну и желательно знание английского языка. Так как мировой конкурс уже в декабре этого года, то в этом году мы поставили обязательно условия знания английского языка. Хорошо, что у нас в Беларуси это тоже развивается, и мы надеемся, что с каждым годом мы будем посылать все более подготовленных, более сильных кандидатов, для того, чтобы Беларусь завоевала призовое место, и конкурс «Миссис мира» состоялся на территории Минска. На самом деле не отличается, потому как все подходят к этому процессу очень профессионально. И те вопросы, и те дебаты, которые возникали у жюри в процессе выбора, они касались исключительно профессиональных качеств. Девушки были оценены не с позиции мужской, либо женской, а именно смотрели на их актерское мастерство, на дефиле, на их социальные проекты. То есть только и исключительно с профессиональной точки зрения. Мне кажется, что оценивать социальный проект с позиции «впечатлил больше, либо меньше» нельзя, потому что каждая хорошая инициатива, она должна поощряться. И то, что наши девушки, наши социально активные «Миссис», они стремятся сделать что-то хорошее, изменить мир в лучшую сторону, это в любом случае должно поощряться. Спорили, но в целом мнение жюри сошлось. Пришлось прибегнуть даже к суровой математике, чтобы абсолютно точно посчитать голоса и вес голоса каждого участника. Миссис Мира Беларусь. С 2020 года становится Тиана Баньковская. Тиана Баньковская, вам все благоприятны! Тиана Баньковская, вам все благоприятны! Тиана, добрый день, поздравляем вас! Спасибо большое! Скажите, ожидали? Честно, нет, я до последнего в это не верила, и для меня результаты очень неожиданные. Очень много было достойных, поэтому я в легком шоке, но мне очень-очень приятно. Нам уже рассказали немного про ваш социальный проект. Можете пару слов сказать сами? Да, у меня социальный проект связан с борьбой, недоеданием детей во всем мире. И когда я проживала в Аргентине, я вовлечена была в создание продукта, который поможет в борьбе с недоеданием и с голодом детей во всем мире. И я планирую его реализовать. Он уже находится на начальной стадии, то есть он уже реализуем, но моя задача довести дело до конца. Тиана, сколько волнительно, когда представляешь свою страну на таком крупном конкурсе, где приезжают очень красивые женщины и девушки, мотивированные, социально активные со всего мира? Я узнаю это, когда буду в Лас-Вегасе, потому что у меня пока еще нет такого опыта. Я надеюсь, что будет все хорошо, и я оправдаю надежду всех тех людей, которые в меня верят. Уверены, будем болеть за вас. Этой весной мы стартовали в Бицепске с благотворительным проектом «Я вижу», который реализуется Белорусским детским фондом и компанией А1 при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. И уже сегодня у проекта есть интересное продолжение, а именно комикс «Поглядку минулое». Предлагаем вам не переключаться и вместе с нами полистать этот комикс и увидеть своими глазами, а главное узнать, где его можно получить. Я всегда говорю, что комикс — это отдельный язык, который нужно изучать, понимать, чтобы в нем разбираться, потому что многие люди немножко пренебрежительно к нему относятся, считают его как раз-таки детским жанром или очень узко берут, что это только супергероика. Комикс — это язык, который сочетает в себе визуал и текст. Не зря его в России называют «изотекст», в разных странах он называется по-разному. Поэтому специфика в том, что ты одновременно думаешь и картинами, картинками и текстом. Нам достаточно дали свободные рамки, за что большое спасибо А1. Но мы хотели некоторые выбрать, сделать интересную историю, которая бы развивалась, в ней развивались персонажи, сохраняли все определенные правила, литературные правила, но при этом оставить игровые элементы, оставить научительные элементы, показать персонажей, как они адаптируются к тем же очкам, как они адаптируются к своей проблеме плохого зрения. Мы очень старались вот этого добиться, мы старались показать не как минус очки, а как некоторую, ну не суперсилу, суперспособность, а как некоторый гаджет, который превращает себя в такого... Мы старались отходить от супергероя, но все-таки я здесь приду к этому слову, некоторого суперчеловека. Помогает очки взглянуть иначе на ситуацию. В прямом смысле этого слова в первой серии девочка одевает очки, начинает видеть символы, потому что очки не простые, а это специальное приспособление девушки, которое показывает скрытые символы, и благодаря этому она находит определенный ключ, который развивает историю. Катя, гэта весной мы распочинали проект «Я бачу» у Витебске, так? И зараз комикс. Чаму? Увогуле быть часткой гэтага проекта, я бачу, для нас вельми важна, потому что он масштабный и расповедая, як правильно клапотится про зрок, то есть он не только проверяет зрок, але и расповедая, як правильно про его клапотится. И в этом году мы решили выйти на новый уровень коммуникации с детьми. В первую очередь предлагать им тот формат, который будет интересен для них. Комиксы воволи вельми популярны, гэтый формат, и он, мабыць, напоминает некий мультфильм. Особисто я сама вельми люблю комиксы, и тому, что на мой погляд складанную информацию, якой есть некая социальная проблема, так, я ее вельми лепш рыхтаваць у таким формате, у формате комиксов, где есть шмат картинок и не шмат текста, який может быть вельми корыстный для читачей. Комикс он воволи на мове, потому что таким чином мы хотим до лучших школьников, я еще больше, до нашей родной мовы и до нашей культуры. Он безкоштовный, так? Так, он безкоштовный, его можно будет отримать у краме ос. Выглядели комиксы, да, и тут окуляры, я не представлены, как некая супермодзь. На чему? Так, калі мы рыхтавалі гэты комиксы, я вельми хотела, каб окуляры у гэтым комиксы яны были неким центральным символом, тому, что калі почынаюць гаварыць пра зрок, и гэта складанная тема так сама, и шмат людзей не падыбаецца носить окуляры, Мне так сама. Мне падабаецца, тому мы вырешэлі зробіць вельми розные окуляры, и у другой частки гэтага комиксу яны были совсем разные. Так, и вогуле гэты и окуляры допамагаюць нашым героям, Алесе, так, отчыняць некие шифры, шкафы. Забота о здоровье детей – это, наверное, приоритет нашей организации уже на протяжении более 30 лет. И когда мы говорим о здоровье, мы подходим всегда к этому делу очень серьезно и фундаментально. И мы стараемся эту помощь делать не единовременно, а чтобы она была именно долговременной для большого количества людей, и чтобы, в принципе, любой ребенок мог получить помощь от того или иного нашего медицинского проекта. Поэтому, когда мы задумывали проект «Я вижу» и мечтали о его реализации, мы его задумывали изначально как большой масштабный проект для большого количества детей в Беларуси. И здорово, что так и получилось. Порядка 30% детей, ну, чуть-чуть больше, 33% детей, которых мы осмотрели, они имеют различные нарушения органа зрения, различные патологии. Около 50% детей узнали впервые о том, что у них плохое зрение, что сниженное зрение или что имеют какие-то различные патологии. Это достаточно большой процент с патологиями зрения. Это говорит о том, что если бы врачи не приехали в эту школу или в этот район, то дети бы так и оставались еще какое-то время в неведении. А так они получили направление на дальнейшую, может быть, обследование, диагностику, где-то на консервативное лечение, где-то может детям помочь. Получили рецепт на очки. То есть уже определенная коррекция первого шага сделана к тому, чтобы зрение сохранялось на том уровне, на котором оно и есть. А в некоторых случаях, если мы говорим про спазм аккомодации, своевременное выявление врачом такой патологии, оно дает ребенку шанс не допустить развития близорукости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова